Слушайте, посмотрел я и на агента Дудя фильм про Техас. И прям хороший фильм, и Техас описан прям, ну, очень хорошо. Мне понравилось. Я проникся уважением к техасцам. Причем, очень был один показательный момент, где они рассуждают про аборты. Достаточно много ограничений, допустим, на аборты. То есть, допустим, после определенного количества недель официально в клинике аборт сделать нельзя. Ну и кто после этого скажет мне, что техасцы не красавчики? Ну и казалось бы, Дудь-то, наверное, должен был бы в этом месте восхититься. Потому что он вообще из страны уехал из-за того, что не может терпеть, как страна воюет с соседней страной. Получается, он за гуманизм и за жизнь, да? Как вам живется среди этого? Мне бы, например, было тяжело жить в месте, где женщинам нельзя делать аборт. Ну, то есть, я считаю, это великой справедливостью и, ну, то есть, абсолютно очень сильным поражением вправ женщин. И мне бы было прям некомфортно там жить. И причем ведь он не один такой. Все техасцы, которых она прошла, все говорят о том, что в животе у женщины уже жизнь. И нехорошо нерожденного ребенка убивать. Тебе жить с последствиями аборта. Я верю, что это ребенок. Если ты просто убиваешь нерожденного ребенка, потому что ты его не хочешь, потому что у тебя была случайная связь и ты облажалась, то за это наступают последствия. А все наши понаехавшие либералы, которые как бы за жизнью, да? Ну, они это озвучивают. При этом все озвучивают, что детей надо убивать, ну, нерожденных своих. Здесь запрещены аборты теперь. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому как к недоразумению и жду, когда эти законы пересмотрятся. Это какой-то откат такой назад, то есть я вообще даже не верю, что это происходит. Такая прям жуть страшная. Ну, со своим-то телом ты можешь делать, что хочешь. Вопрос-то не про твое тело, вопрос про убийство твоего ребенка. А это не твое тело, у него даже группа кровь другая, зачастую. Но вообще все это показывает вот истинное лицо либерализма, где люди озвучивают, что они белые и пушистые, что они хорошие. Но когда заходит разговор о каких-то реально хороших вещах, да, то люди даже не замечают, насколько они злодеи, да. То есть человек, ну, когда чужих детей убивает, да, ну, всем понятно, что это зло. А своих-то, наверное, еще хуже, нет? А человек готов убивать своих детей, и его вообще ничего не смущает. При этом они еще и возмущены тем, что техасцы, к которым они приехали в гости, отказываются убивать своих детей. Как же так? Вот она, сила СМИ. Поставь перед человеком камеру, и он сам про себя расскажет всю свою жуткую подноготную. Вот такие дела. Пишите в комментариях, что вы по поводу всего этого думаете. А с вами был я, романах Александр Митрофанов. Всем пока. До встречи в этих ваших самых интернетах.